вот сделал себе подарок в этом году чтобы экономить и время и бензин был бы конь да конечно бы на коне мы сейчас едем в деревню посадки у нас кирской области было две деревни посад одна из них находится на острове волкостров начал готовить цикл статей про наши зоонежские кирские деревни то столкнулся с таким вопросом что вот люди живут в одной деревне и не знают друг друга и потом удивляются мне говорят ничего себе какая у него интересная история дядя николаевна да вот чаще 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 зимой через интернет с вами видимся спасибо вам за лайки положительные отзывы вот ваши статьи валера твоя в частности работа отмечу вот так как ты мне знаком ближе всех она просто вот ну необходимо наверное для души для радости для воспоминания о лете зимними вечерами самое главное наверное все таки то что душа вложена в эти статьи это не просто работа ты делаешь это с душой и причем с душой к каждому из тех с кем ты общаешься не судите строго я конечно непрофессиональный журналист стараюсь совершенствоваться но совершенствую вместе с вами давно не виделись а я все так статью то про тебя отдельно и не смог написать только кусочек но кусочек такой очень серьезный степанова это вообще у нас фамилия в кижах со знаком качества строили и в англии объекты и в греции а свой дом за сколько построил тоже под крышу за сезон до ну да но вот хорошо у вас что можно по нашей зоонежской традиции помощи как сказать строить то есть все братья собрались и построили да у вас три дома построено нашли материал да вот статья до иван аксиевич то финляндии да то есть не только в карелии не только в российских регионах но и за границей аксиевич поработал со своими братьями дядя вань а можно посмотреть ваше хозяйство эти крестьянская усадьба включала не только сам дом хотя это был дом комплекс практически как подводная лодка где все было но включали и хозяйственные постройки дядя вань так а вот вообще я поражаюсь это вот специально под мастерскую построено было вот это здание да вот люди вышли на пенсию могли бы с удочкой сидеть или на печке лежать с нуками заниматься и вот все таки да не могут оставить свое любимое занятие ну а как а как без степановых кто кто может качественно изготовить из мест жителей мебель вот такой степановый заказ получили такую доску причелину изготовить только длиной 15 метров да а кому кому такое сычи да на старинный дом да не каждому можно доверить такое дело спасибо спрашиваешь как транспорт как электричество 19 веке жили с мужчиной 20 с электричеством в 21 5 с мужчиной и следует надеемся что будет меняться так то свет было конечно здесь было бы все по-другому было электричество конечно это самое главное сейчас люди не боятся не распутицы не островного положения даже даже можно не каких-то высоких материях не говорить об интернете и так далее а хотя бы вот чтобы было освещение то планируется электрифицировать соседнюю часовню это часовня петра и павла несколько сотен метров поэтому говоря этому мы надеемся что появится электричество и в соседних деревнях я но мы без 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 спроса к тебе приехали так но у жены у твоей все-таки спросили разрешение да ну снимаем передачу о том что надо развивать киевскую власть от чего будет зависеть успеха именно от таких людей как ты как твоя жена как как семья который вот люди да да он тут от энтузиастов вы живете здесь круглый год развиваете хозяйство свою электростанцию поставили первыми в киевских шкерах сразу видно что дом энергетика солнечно солнечные батареи и ветряк до генератор много конечно было скептиков которые говорили да зачем тебе это нужно а теперь все одобрительно кивают головой такие условия созданы не только для не только для детей но и взрослых что тут можно турнир наверно не не только кишки проводить но и районной как минимум я знаю что вы каждый год ждете в кижах когда будет соревнования организованы по линии нашего профсоюза теперь можно наверно турниры в кижской области у тебя организовывать да у нас у нас дело в том что на сегодняшний день староста это инициативные люди мы очень хотим чтобы они получили статус официальный сегодня законодательство это позволяет ну и катя мы как сказать надеемся что ты будешь и дальше активно участвовать и в сходе староста крестных деревень я знаю тебе с большим уважением относятся поскольку все это для меня родные места я не могу вот знаете где-то спрятаться все эти вопросы все проблемы я воспринимаю и пропускаю через себя это очень тяжело конечно мы очень дорожим отношениям людей очень дорожим доверием и конечно не можем давать каких-то пустых обещаний тем более мы не можем своей работой подменять органы государственной власти но помочь мы можем вот подъезжаем к тем местам где возделывали поля семеоновые это мои прадеды из деревни шлямина северная конечность острова кижи я только сейчас начал понимать какой ценный материал какой ценный рассказ не оставила моя бабушка кирянова в девичестве семеонова анастасия михайловна когда началась революция еду же мой прадедушка семеонов михайл егорович привез всю свою семью из санкт-петербурга где у него была столярная мастерская в родовой дом шлямина что надо было спасаться от голода вот они здесь сеяли паха или возделывали земли это действительно самый большой дом в деревне прадеды привезли до революции на колесном пароходе мебель из красного дерева из санкт-петербурга но к сожалению дом в годы войны был разграблен финнами конечно здесь про историю нашего дома можно написать отдельную книгу в 60-е годы второй этаж мои моя прабабушка продала потому что не было средств на то чтобы крыть крышу дом надо было сохранять я помню еще со своего детства нашей мечтой семейной было выкупить второй этаж и вот 90-е годы мой отец эту мечту реализовал к столетию дома в 2010 году дом нам удалось полностью восстановить вот мы закончили первый класс а ее оказывается причислили к разряду отличников и даже отпустили на два на две недели раньше на каникулы до приезжает папу порадовать ну конечно лучше места нет чем родные места чем родная деревня но какие-то поездки мы обязательно совершим когда завершится пандемии три года я работал в мьянме посольстве вот у меня мечта съездить мьянма это бирма мирма это очень экзотическая страна и работал три года когда еще был совсем юным поэтому конечно остались хорошие воспоминания интересно посмотреть что за четверть века изменилась валерий кирьянов это свой парень и для всех это то связующее звено между местными жителями музеем кижи и и